Добрый день, уважаемые участники Евроазийского телемоста. Я рада вас приветствовать по актуальной теме сегодняшнего дня, это COVID-19. Мы все надеялись, наверное, что конец 2021 года у нас будет уже прорывным, но в результате появления новых штаммов, в частности штамма Дельта, Европа и Азия, кто уже вошел, а кто готовится к очередной волне, которая, возможно, будет даже более зловещей, чем все волны, которые мы пережили с вами. Сегодня я хочу поговорить о легочной гипертензии на фоне пневмонии при COVID-19. Это не настолько актуальная, допустим, тема при остром течении самого заболевания, но актуально у пациентов в стадии реконволюсенции, у пациентов, которые в процессе заболевания присоединяется уже вторичная бактериальная микрофлора. Итак, что такое легочная гипертензия? Это, в принципе, группа заболеваний, которая характеризуется прогрессированным повышением легочного сосудистого сопротивления, приводит к развитию правожелудочковой сердечной недостаточности и в некоторых вариантах преждевременной гибели пациентов. То есть в данном случае это опасно для тех пациентов, у которых есть коморбиды, связанные с правожелудочковой сердечной недостаточностью. Диагноз, напоминаю вам, легочная гипертензия определяется при среднем давлении в легочной артерии более 25 мм ртутного столба в покое и более 30 мм при физической нагрузке. Давайте подумаем, как часто мы нашим пациентам, которые находятся у нас в стационаре, даже в реанимационных, проводим такое определение. Это не является, к сожалению, особо рутинной практикой. Если мы посмотрим по клинической классификации, то это, естественно, легочная гипертензия, которая ассоциирована с поражением отделов сердца, это легочная артериальная гипертензия, идиопатическая, ассоциирована различными заболеваниями. Если мы говорим о инфекционных вирусных, то это и с ВИЧ-инфекцией. Но нас же будет интересовать легочная гипертензия, которая ассоциирована с патологией дыхательной системы и гипоксимией. Это то, что развивается у наших пациентов. Кроме того, вы видите, это в основном интерсициальные заболевания легких, о чем мы говорим в нашем конкретном случае, и развитие хронических, тромботических и тромбоэмболических заболеваний, как могут быть в данном случае у нас и острые, в результате осложнений самого заболевания. В патогенезе легочной гипертензии, прежде всего, основным является вазоконстриция, редукция легочного сосудистого русла, снижение эластичности легочных сосудов, их облитерация, тромбоз инсиду или пролиферация гладкомышечных клеток. Давайте посмотрим новый взгляд на актуальность легочной гипертензии, COVID-19, пневмония и развитие легочной гипертензии. Штамм Дельта. Что нового? Вы знаете прекрасно, что возникновение штамма Дельта, еще раз напоминаю, это у нас Ингия, и возникла эта мутация в результате того, что были, скажем так, ослаблены те карантинные мероприятия, причем были они ослаблены на уровне государства, на уровне правительства Индии. Вакцинальная кампания тоже не шла особенно активно, хотя Индия один из ведущих лидеров по производству непосредственно вакцин, и произошло то, чего боялись все врачи, и особенно мы инфекционисты, зная способность к мутагенности вируса, возник вирус, который уже приобрел определенные ухудшения, скажем так, и вирулентности, и патогенности своей, тысячу раз выше контагиозность данного вируса, соответственно, быстрота распространения его стремительная. Заболевание характерицуется лихорадкой, головная боль, появление боли в горле, а затем насморк. Это наиболее распространенные симптомы, которые отличают, возможно, штамм Дельта от других штаммов, о которых мы знали до этой поры. Кашель и потеря обоняния или вкуса, что тоже были характерными и классическими симптомами коронавируса, как правило, менее распространены. Если мы говорили о тех штаммах, о которых мы говорили во время наших других телемостов, то вот эта потеря обоняния и вкуса у нас была таким вот предиктором того, что заболевание, по всей вероятности, будет протекать в легкой или средней степени тяжести, и не будет каких-то тяжелых осложнений и перевода больных в реанимационное отделение. Нарушение слуха, желудочно-кишечные проблемы, которые могут выходить на первые планы, могут быть первыми симптомами, таким образом маскируя само заболевание и вызывая клинику такого легкого гастроэнтерита. И образование вот этих сгустков крови, что приводит к гибели ткани и гандрине, то есть тромбообразование усиленное здесь. Возможно ли легочная гипертензия при COVID-19? Вот если мы посмотрим в патогенетическом плане. Ну, во-первых, механизмы коглопатии в 30% случаев, которые развиваются у таких пациентов, вы видите, приводят к пульмональным микротромбозам, поражению миокарда и развитию вот этой легочной гипертензии у пациентов в дальнейшем с различными биохимической патологией. Очень важно и, к сожалению, одним из, скажем так, исходов течения заболеваний это является формирование фиброза легких. Если полное выздоровление при классической пандемии, мы всегда говорили, это где-то 30-50%, и такой же приблизительно процент формирования фиброза легких, который остается вместе с пациентами, они проходят длительные курсы реабилитации. Вы знаете, что до сих пор, ну, по крайней мере, в Украине у нас нет протокола классического, он разрабатывается, протокол по постковидному синдрому и реабилитации таких пациентов. Насколько мне известно, практически нигде в мире тоже таких протоколов еще четких нет, поэтому мы имеем, видите, каких-то 30-50% пациентов, у которых в большей или меньшей степени фиброз легких, и мы сталкиваемся не только мы инфекционисты, а в дальнейшем уже врачи-реабилитологи, фурмонологи, общие терапевты, семейные врачи с пациентами, у которых основным проявлением постковидного синдрома может быть фиброз легких. И вот при пневмофиброзе возможно резко выраженная легочная гипертензия. Клиническая картина легочной гипертензии зависит прежде всего от величины легочного артериального давления и нарушения гемодинамики. Симптомы, характерные симптомы легочной недостаточности, допустим, при хозле. Наряду с этим для легочного фиброза характерен своеобразный комплекс функциональных нарушений внешнего дыхания. Это снижение растяжимости легких в результате замещения соединенной ткани, уменьшение легочных объемов в соответствии, увеличение частоты дыхания при малой его глубине, альвеолярная гипервентиляция, нарушение вентиляционно-перфузийных соотношений, уменьшение диффузных изыгазов и артериальной гипоксимии при незначительной физической нагрузке. То есть фактически в некоторых проценте случаев мы говорим о полной инвалидизации пациентов. Микроциркуляторные нарушения, это нарушение кровообращения в мелких артериях, альвеолах, капиллярах и характеризуется и при ковиде, это замедление скорости кровотока входит до стаза, внутрисосудистая агрегация форменных элементов крови, что также усугубляется непосредственно самим проявлением воздействия вируса и изменение проницаемости сосудистых стенок. Нарушение микроциркуляции – это накопление уже эндогенных токсинов, производящихся в организме, нарушение дренажных функций, системные изменения организма, водно-электролитные нарушения и изменение кислотно-основного равновесия. Происходят внутрисосудистые нарушения, поражение сосудов и внесосудистые нарушения, то есть вот три таких основных пункта – нарушение микроциркуляции при легочной гипертензии. Если у нас идет поражение сосудов, вы помните, каково поражение и что происходит в сосудах при острой коронавирусном синдроме? Здесь что идет? Дополнительно эндотелиальная дисфункция, развитие атеросклероза, и, к сожалению, мы должны констатировать, что многие пациенты на фоне COVID-19 уже либо в острую фазу, либо в стадии реконволюценции отмечают повышение уровня холестерина, причем до достаточных высоких цифр, которые абсолютно не коррелируют ни с возрастом, ни в некоторых случаях, ни с тяжестью заболевания. То есть это, видите, одно из таких проявлений, которое будет входить в комплекс постковидного синдрома, и который мы должны еще изучать, почему именно вот такое нарушение липидного обмена происходит у пациентов после перенесенного COVID-19. Патологическая изветость капилляров при артериальной гипертензии, снижение количества функционирующих капилляров у пожилых пациентов. То есть я еще раз подчеркиваю, что вот это наша группа риска по течению острого процесса коронавирусной инфекции, ну и вот присоединение легочной гипертензии. Это пациенты пожилого возраста с наличием коморбидного фона. Диабетическая ангиопатия. Еще раз подчеркиваю, что тоже достаточно большой процент пациентов после перенесенного COVID-19. Это старт вот такого некоррегируемого сахарного диабета. Я думаю, что в практике каждого из вас, кто сейчас слушает и этот наш телемост, есть такие пациенты, когда впервые выявлены сахарный диабет, либо в острую фазу, когда пациент находится в стационаре, либо уже в стадии реконвалицента у таких пациентов возникает. И воскулиты различной этиологии. Энтотели играет центральную роль в патнофилологических процессах, приводящих к развитию микрососудистых расстройств при различных заболеваниях внутренних органов. А как же влияет на микроциркуляцию при легочной гипертензии, при пневмонии на фоне COVID-19? Что происходит при яме? Роль модератора всех функций эндотелия принадлежит эндотелиальному фактору релаксации или оксидолазота, о которых мы все прекрасно знаем, и которые участвуют в очень многих процессах. Образуется он в эндотелии из элергенина за счет действия фермента эндотелиальной синтетазы. Факторы, которые синтезируются эндотелиоцитами, вы видите факторы, влияющие на тонус гладких мышц сосудов, это эндотелиин и дилататоры его, это оксид азота, и факторы, влияющие на рост и пролиферацию эндотелиина-1 и ингибитором, является оксид азота. Кроме того, оксид азота – это тромбоцитарный ростковый фактор, видите, дилататоры при факторах гиамиостаза и факторы, которые влияют на воспаление, то есть в данной ситуации он влияет на очень многие процессы в организме. Каковы же основные функции оксида азота в организме человека? Это обеспечение низкого сосудистого тонуса в покое, ингибирование агрегации адгезии тромбоцитов, ингибирование адгезии лейкоцитов и моноцитов, ингибирование миграции и пролиферации гладкомышечных тканей, расширение сосудов и обеспечение барьерной функции эндотелия и блокада экспрессии на поверхности эндотелия клеток адгезии. Вот вы видите, какие основные его функции. Это ваза, дилатация, что нам очень важно, предупреждение агрегации тромбоцитов, вы помните, что это тоже при ковиде очень актуально, стимуляция фагоцитоза, уменьшение пролиферации мышц сосудов и предупреждает образование кисленной формы ЛПН в данном случае. Именно оксидозодопродуцирующая функция эндотелия наиболее ранима при микроцитуляторной дисфункции, которая происходит у пациентов COVID-19 на фоне формирования лечной гипертензии и пневмонии. В период полжизни молекулы вы видите очень кратковременно, 6 секунд. В условиях действия различных повреждающих факторов, а здесь у нас будет в основном, и как инфекционный процесс непосредственно сам вирус, так и гипоксия и развивающиеся метаболические расстройства, возникновение дислепидемии, опять же я подчеркиваю в этом постковидном синдроме, либо в начале, развитие атеросклероза, гипергликемия, повышение артериального давления, нестойкая молекула просто не может выжить, и метаболические, и гемодинамические нарушения подавляют синтез и ускоряют ее распад. Каковы же подходы к лечению в данном случае? Мы можем предложить, это прежде всего лечение основного заболевания, и в каждой из ваших стран у нас существуют четкие протоколы по лечению COVID-19, если это вот стационарный или амбулаторный пациент на старте. Улучшение реологических свойств крови и профилактика тромбозов, это антикоагулянты, питание, контроль баланса жидкости, это все мы делаем пациентам и в стационаре, и в амбулаторном. И лечение эндотелиальной дисфункции, которая основной пусковой механизм развития легочной гипертензии, это активация системы оксида азота. Вот вы видите механизм его гипотензивного действия оксида азота, и каким же образом мы можем это все проводить. Ну вот видите, оксида азота еще поддерживает сосудистый гемостаз. В условиях гипоксии нарушение обмена оксида азота приводит к возникновению его активных форм, которые поражают эндотелиоциты. А мы знаем, что условия гипоксии, к сожалению, в организме, это основной, скажем так, патогенетический механизм, который происходит у нас при COVID-инфекции. Кроме того, неспецифическая иммунная защита, ингибирование экспрессии молекулок клеточной адгезии, блокировка агрегации тромбоцитов, еще раз подчеркиваю, это очень важно при COVID-19 момент, и таким образом мы можем, скажем так, улучшать и дать молекулам оксида азота вторую жизнь. У нас в наличии есть препараты L-аргинина, это субстрат для синтеза оксида азота, незаменимая аминокислота в физиологических условиях, в достаточном количестве эндогенно образуется и попадает с пищей, но, опять же, у нас тут физиологических условий особых не будет у пациентов. В условиях стресса или заболевания становится незаменимой, так как необходимо для синтеза и белка, и биологически важных молекул, прежде всего, вот оксида азота, если мы сейчас говорим о патогенетических механизмах легочной гипертензии. И играет ключевую роль в поддержке нормального функционирования эндотелия сосудов. Каковы же терапевтические действия L-аргинина? Это увеличение мышечной массы, уменьшение жировой ткани, нормализация состояния соединительной ткани, препятствие тромбообразованию, очень важно снижение холестерина и предотвращение развития атеросклероза. То есть, кроме, скажем так, непосредственного воздействия на эндотелии сосудов и блокирует все-таки способствовать уменьшению легочной гипертензии, мы еще предотвращаем развитие атеросклероза уже на ранних стадиях, вот когда мы впервые фиксируем повышение холестерина у пациентов с COVID-19. Ну, укрепление иммунитета в данном случае, тут, естественно, повышает резистентность к вирусным заболеваниям. Здесь не настолько актуально, здесь мы уже имеем случаи самого вирусного заболевания, но укрепление иммунитета и увеличение и количество нейтрализующих антител и их длительность нахождения в организме, да, конечно, они тоже будут стимулировать. Итак, элергенин превозможен при гипоксической форме его назначения легочной гипертензии, которая образовалась на фоне острой легочной недостаточности, вот что в случае с COVID-19 и какие-то хронические постромбообилитические формы легочной гипертензии, которые могут быть у пациентов с специфическим коморбидным фоном. Роли элергенина и элкарникина в патогенезе COVID-19 активно изучаются в мире, это не только разработки, которые в Украине, в других странах Европы, вы видите, что и на Азиатском континенте, и на Американском континенте активно идут исследования по применению элкарникина и элергенина при различных вариантах течения коронавирусной инфекции и в том числе и при формировании у пациентов легочной гипертензии. Итак, исследование влияния терапевтической дозы элергенина в сочетании, допустим, с тем же каптопримом в лечении гипертензии у пациентов в условиях ожирения показало значимое снижение артериального давления. Кроме того, усиление продукции оксида азота, умеренное снижение системного артериального давления, что опять же способствует улучшению общего гомеостата. Следующий препарат, который мы можем применять у пациентов в таких состояниях, это ксаврон, низкомолекулярный антиоксидант, что очень ценно нам, противовоспалительные свойства за счет подавления реакции цитокинового шторма. То есть в предыдущих лекциях мы активно говорили о применении этого препарата в острую фазу течения коронавирусной инфекции во время развития цитокинового шторма. Мы говорили о тех прекрасных ступенчатых, скажем так, наших применениях этого препарата, о том, что он действительно подавляет реакции цитокинового шторма в комбинации с другими патогенетическими препаратами, такими как целлюзумаб, и ингибирующее действие на проницаемость эндотелиоцитов микроциркуляторного русла легких, что актуально при легочной гипертензии, и применение целесообразное даже для лечения РДС, которое, к сожалению, очень часто есть у таких пациентов, и, к сожалению, количество пациентов с РДС при Дельта штамме будет возрастать, и мы сами видим, что оно действительно возрастает к нашей клинике. Вы видите, что практически все эти препараты, к сожалению, у нас являются оффлейбл препаратом, тем не менее, обратите внимание, что Эдаверон вместе с дексаметазоном могут предотвратить развитие повышенной проницаемости эндотелия и легочного дерева, которое вызвано провоспалительными цитокинами, с одной стороны, и их применение показало практически одинаковый эффект, однако первый имеет предпочтение за счет меньшего количества побочных действий. То есть мы можем этот препарат применять как в острую фазу, и мы показывали на своих клинических примерах действия препарата во время нахождения пациентов, непосредственно в стационарии, в частности, в палатах интенсивной терапии, так и уже в стадии реабилитации у тех пациентов, у которых у нас формируется еще и легочная гипертензия. Следующий вопрос очень диспутабельный, я выношу его немножечко на дискуссию, это влияние на интоксикацию при пневмонии. Насколько выражена интоксикация при ковидной пневмонии? Ну, мы, как правило, считаем, что все-таки это вирусная пневмония, и поскольку здесь идет интерстициальная пневмония, ну, фактически интоксикационного синдрома особо не будет в остром стадии данного заболевания, но поскольку пациенты у нас могут очень длительно находиться, иногда месяц и полтора в стационаре, формируется легочной пневмофиброз, есть формирование постковидного синдрома, когда пациенты страдают, и, естественно, вот то здесь из-за того, что гиповентиляция из-за тех механизмов и тех возникающих клинических проявлений, о которых я говорила выше, возможно формирование интоксикации. Как правило, мы не назначаем пациентам с коронавирусной инфекцией пневмонии такой препарат, как риосорбилак в острую фазу, то есть они находятся на стационаре, а риосорбилак мы не применяем. Однако мы говорим о том, что возможно присоединение бактериальной инфекции, развитие легочной гипертенции, развитие резко выраженной интоксикационного синдрома при длительном нахождении пациента в стационаре, особенно у пациентов в палатах интенсивной терапии, где мы говорим о возможности дезинтоксикационной терапии. в развитии вот этих негоспитальных уже пневмоний в дальнейшем, и иногда и госпитальных пневмоний. Итак, Риосорбилак выводит токсины из организма за счет повышения диуреза и уменьшает проявление интоксикационного синдрома, то есть при произведении какой-то вторичной бактериальной пневмонии. При развитии легочной гипертензии и тех патологических состояний постковидных мы можем рекомендовать в комплексе лечения таких пациентов Риосорбилакт. Он, видите, его дезинтоксикационный, его механизм увеличивает ОЦК, обеспечивает гемодилюцию, за счет диуретического действия токсины и метаболиты выводятся из организма, и в отличие от обычного нашего фидроствора он профилактирует развитие отека ткани. И таким образом этот препарат, как дезинтоксикационный, вот в тех случаях, о которых я вам говорила, мы можем применять, хотя вопрос еще, скажем так, я действительно выношу сейчас на вашу дискуссию, при остром течении, при остром классическом коронавирусном, вот таком, без осложнений, этот препарат, как правило, мы, по крайней мере, инфекционисты не применяем. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам рассказать о легочной гипертензии при COVID-19. Мы сейчас еще раз повторю о том, что мы сейчас входим очень серьезную волну, вызванные штаммом Дельта, где, во-первых, пациенты более молодые, вы видите, что скорость распространения очень большая у этого штамма, укорачивается инкубационный период, и, к сожалению, и течение заболевания тоже становится более стремительной, и в некоторых случаях мы увидим, когда пациенты в течение, ну, двух-трех дней уже доходят до тяжелого состояния легочной недостаточности, и они должны переводиться на неинвазивную, а в некоторых тяжелых случаях уже на инвазивную вентиляцию легких. Я всем вам желаю здоровья, желаю, чтобы у вас и вашей семьи эта напасть коронавирусная инфекция обошла, чтобы все вы были вакцинированы, у вас был достаточный титр антител, и мы все вместе, совместно медики евразийские сообщества, которое сейчас у экранов, мы все побороли эти волны, чтобы больше их не было, и чтобы в последующем мы уже могли с вами оффлайн встречаться и обмениваться опытом. Благодарю за внимание. Мариса Васильевна, спасибо вам огромнейшее. Я, насколько понимаю, вам нужно спешить, все-таки у нас чуть-чуть телемост наш задерживается. В принципе, как и всегда, ничего удивительного, потому что вопросов для обсуждения действительно очень много. Обязательно обсудим те вопросы, которые нам присылают наши зрители в следующий раз.